Подводная лодка «Барб» ВМС США может похвастать одной очень интересной, даже уникальной историей. С момента вступления в строй в июле 1942 года и до конца Второй мировой войны подлодка сражалась и на Европейском, и на Тихоокеанском театрах военных действий. Она совершила 12 боевых походов, в которых потопило 17 вражеских судов и кораблей, включая авианосец, пусть и небольшой, но всё же. Кроме того, в 1945 году «Барб» установила мировой рекорд скорости для подводных лодок в 23,5 узла, это примерно 43,5 км в час. А уникальной она стала после 12 похода, в ходе которого провела, пожалуй, самую нетипичную для моряков-подводников спецоперацию. С 27 июля 1944 года подлодкой командовал Юджин Флаки, командор, то есть по-нашему капитан второго ранга. За свою военную удачу этот бравый офицер получил прозвище «Лаки Флаки», то есть удачливый или фартовый Флаки. Перед своим последним боевым походом, 12 по счёту, лодка прошла капитальный ремонт и небольшую модернизацию в виде смонтированных на палубе ракетных установок калибра 5 дюймов, то есть 127 мм. В район патрулирования, который включал в себя северное побережье острова Хоккайдо, остров Сахалин и Курильскую гряду, лодка пришла 21 июня 1945 года и сразу же потопила два японских промысловых судна у Южных Курил. На следующий день, 22 июня, впервые в истории американского флота подводная лодка применила ракетную установку, обстреляв городок Сяри на севере Хоккайдо. 23 июня был потоплен японский траулер. 2 июля Барб очень результативно обстреляла остров Кайхё, где располагались отряд обеспечения связи с военно-морской базой СОЯ, полицейский пост и сотрудники компании, добывавшие мех морских котиков. Он использовался при изготовлении костюмов для лётчиков ВВС Японии. 3 июля нанесён ракетный удар по городу Сисука на восточном побережье Карафута. 5 июля в заливе Анива потоплено грузовое судно, а 18 июля отправлен на дно японский сторожевой корабль береговой охраны и торпедирован пароход, который с серьёзными повреждениями сумел дойти до порта Адамари. А затем командор Флаки обратил внимание на железную дорогу, проходящую вдоль восточного побережья Карафута местами совсем близко к береговой черте. Движение поездов было очень интенсивным, и Флаки решил взорвать железнодорожный путь, чтобы вынудить японцев увеличить перевозки морем. И таким образом обеспечить свою подводную лодку новыми целями. Для реализации плана командор из добровольцев, которыми оказались все члены экипажа, отобрал 8 человек. Штатных диверсантов на лодке не было, поэтому Флаки при комплектовании отряда руководствовался двумя моментами. Во-первых, они должны были не состоять в браке, а во-вторых, хотя бы половина из них должны были быть бойскаутами. Вот здесь и начинаются приключения американских подводников, сделавшие Барк по-настоящему уникальной лодкой. В качестве напутственного слова Флаки сказал буквально следующее. «Парни, если вы застрянете, отправляйтесь в Сибирь в 130 милях к северу. Следуйте по горным хребтам. Удачи!» Под Сибирью он имел в виду советскую часть острова Сахалин, лежащую к северу от 50-й параллели. 22 июля подлодка заняла положение примерно в 900 метрах от берега напротив железнодорожной станции «Адамасу». В 0 часов 25 минут 23 июля новоиспеченные диверсанты на двух резиновых лодках подошли к берегу. И тут же задание чуть не провалилось, не успев толком начаться. Дело в том, что горные вершины, которые выбрали в качестве ориентиров подводники, скрылись в облаках. С компасами тоже возникли проблемы, и отряд высадился буквально в 45 метрах от жилого дома. Но им повезло, дворовая собака не залаяла, и они стали осторожно двигаться дальше, обогнув дом. И тут же попали в плотные заросли высокой осоки, которую приняли за камыш, но это не важно, так как в любом случае шума было очень много. В ночи трава громко хрустела и трещала при малейшем движении. Но опять диверсантам повезло, спящие жители деревни их не услышали. Далее, при пересечении дороги, помощник электрика третьего класса Билл Хэтфилд упал головой вперед в дренажную канаву, полную сухих веток. Выбравшись, он предупредил об этом товарищей, перебежал дорогу и упал в точно такую же канаву с другой стороны. Наконец, группа достигла железнодорожного полотна и выбрала место для закладки заряда. В охранение выставили трех человек, а помощника моториста первого класса Джона Маркуссона отправили осмотреть какое-то строение, похожее на водонапорную башню. Началось рытье насыпи для установки заряда, и в ночной тишине кирка и лопата, ударяясь о щебень, звонко лязгали, выдавая присутствие диверсантов. Вдруг они услышали, как кто-то бежит в их сторону. Опознавательного сигнала не прозвучало, поэтому все схватились за оружие и приготовились к бою. Но это оказался Маркуссон, который сообщил, что сооружение в стороне вовсе не водонапорная башня, а наблюдательная вышка, на которую он забрался и увидел там спящего японского солдата. Подводникам опять повезло. Крепкий сон дозорного спас их от обнаружения. Маркуссона отправили обратно, а рытье продолжилось уже преимущественно голыми руками. И вдруг они увидели вспышку света на трассе. Шума поезда слышно не было, поэтому предположили, что кто-то из местных проснулся, но это оказался именно поезд, от которого диверсанты бросились в рассыпную. Уже знакомый нам Хэтфилд прыгнул в неглубокую канаву и почувствовал, как в него попали два выстила, а японский машинист, высунувшись из кабины, смотрел на застегнутых врасплох американцев. Но оказалось, как в поговорке, у страха глаза велики. Никто в Хэтфилда не стрелял. Это от удара после прыжка в канаву сработали картриджи с углекислым газом в его спасательном жилете, а японский машинист никого не успел заметить. В очередной раз удача была на стороне подводников. Видимо, не зря все-таки их командира прозвали Лаки-Лаки. Через 15 минут после того, как прошел поезд, заряд и аккумулятор были установлены и замаскированы. Тут нужно еще раз вспомнить, что в группе были профессиональные подводники, а диверсантами они были только-только начинающими и не имели даже теоретической подготовки. Оттого не знали, что для надежного повреждения рельса достаточно заряда взрывчатого вещества весом в 600 граммов. Но подводники действовали по принципу «кашу маслом не испортишь» и заложили один из зарядов, предназначенных для самозатопления подводной лодки, весом в 55 фунтов, то есть почти 25 килограммов. В 1 час 32 минуты группа благополучно отошла на лодках в сторону Барба, а через 15 минут двигавшийся с севера на юг поезд замкнул контакт электровзрывателя заложенного заряда и буквально взлетел на воздух. По словам наблюдателей с подводной лодки, в час 47 прогремел колоссальной силой взрыв, а обломки поезда подлетели вверх примерно на 60 метров. Задача была выполнена. Как позже выяснилось, под откос был пущен военный состав из 16 вагонов. После этой диверсии Барб обстреляла ракетами на Карафута город Сиритору и рыбные промыслы в заливе Сакаяхама. Затем ракетной атаке подвергся город Сибетору на Кунашире, после чего подлодка благополучно ушла к Атолу Мидуэй. Единственная подлодка, потопившая поезд, несла службу в ВМС США до 1955 года. Затем была передана Италии, а в 1972 году продана на металлолом. Юджин Флаки говорил, что если бы о продаже узнала бывшая команда, то Барб обязательно бы выкупили и вернули в США, чтобы превратить в музей. Но история лодки на этом закончилась. Спасибо за внимание и не забывайте подписаться на канал, я обещаю еще много интересных видео. Субтитры сделал DimaTorzok